Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание» – это программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни. Восточное боевое единоборство дисциплины «Сютокан» «Сютокан» – это не просто физические упражнения, это скорее духовная практика. Со временем к осмыслению происходящего так или иначе приходят все спортсмены. Так им становится легче не только состязаться на соревнованиях, но и применять свои навыки и умения в обычной повседневной спокойной жизни. По словам тренера рязанской команды, которая одновременно является президентом Федерации этого вида спорта в нашем регионе, этой дисциплиной дети могут начинать заниматься с 4 лет. В недавних соревнованиях принимали участие спортсмены от 8 до 16 лет. Среди более взрослых победителей были и девушки. Со стороны они выглядят еще более организованными и размеренными в своих действиях и словах, чем парни, также занимающиеся этим видом спорта. Конечно же дети, как все вообще люди, меняются со временем занятий. Приходят они зелеными, которые ничего не понимают. Организация у них, ну если родители отдельно этому не уделяют внимания, то, конечно, умения организовывать самих себя у них нет. Сами дети, рассказывая об изменениях, которые начали происходить в их внутреннем состоянии, подтверждают, что с началом занятия восточным боевым единоборством дисциплины Сютакана они стали более спокойными и уверенными в себе. Это помогает им при занятиях в школе, при общении с родителями и с верстниками. Дети становятся взрослее и мудрее. Они умело применяют навыки владения собой, которые выработали за годы тренировок. Я вдохновилась этим видом спорта и очень сильно увлеклась. В жизни где-то помогает, в каких ситуациях вообще не в своей жизни? Сосредоточенность, на уроках даже. Когда некоторые ребята там начинают скакать в классе, а ты сидишь спокойно, как смиренный человек. Также серьезно и разумно рассуждают дети совсем юного возраста. Вот как один из спортсменов говорит о самом трудном моменте соревнований перед тем, как он сумел взять золото на всероссийском турнире. Обратите внимание, анализируя ситуацию, он делает аспект не на физический настрой, а на моральное состояние, заглядывая внутрь себя. А что было самым трудным в этот момент? Наверное, выйти и выступить было самым трудным. Надо было собраться с своими силами, ну и выступить. Помимо того, что дети отмечают повышение общего физического и внутреннего состояния, особенно они выделяют то, что у них появляется больше уверенности в себе. Они учатся ставить перед собой цели, планировать пути их достижения. Но в то же время не зазнаются. Они высоко ценят окружающих их людей, поскольку восточное боевое единоборство «Сюта Кан» в первую очередь учит уважению друг к другу и к соперникам. В подтверждении этого стоит сказать о том, что начало любого боя или тренировки начинается и завершается поклоном. Это знак почтения и уважения сопернику, тренеру, окружающим. Уважение – это не просто слова. Уважение – это пропитана вообще вся философия наших занятий. Ведь начало занятий начинается с того, что ребенок заходит в зал и делает поклон. Поклон – это уважение. И уходит из зала и делает поклон. То есть для него это с течением времени становится уже нормой. Поэтому кроме физической подготовки, конечно, много еще и духовного становящего. И поскольку спортсмены имеют глубокое представление об уважении к другим людям, им очень хорошо удается работать в команде. Вот как они отзываются друг о друге, говоря об общей победе в командном зачете. Если бы не он, то нам бы это не видать. Это вот это первое место. То есть это в основном его заслуга. Что же он только не сделал? Расскажи. Он вытащил команду, он ее просто вытаскивал. Вот благодаря ему мы стали чемпионами. И еще пару слов о духовной составляющей из уст тренера команды. Духовная составляющая заключается в том, что не обижай слабого. Мы, спортсмены, сражаемся с равными себе, а слабых стараемся не обижать. Поэтому мои ребята никогда, насколько я знаю, никогда не дерутся ради того, чтобы доказать, что он сильный. Для этого у нас есть соревнования. А на улице, в школе ребята, они очень добрые, скромные. Многие учителя, директора школы не знают, что у нас чемпионы, призеры России международных соревнований. Дети просто не относят им медали, не показываются, стесняются. И мне одна учительница в школе рассказывала, что до такой степени ребята воспитаны в спорте, спортом, философией нашей, что отличаются кардинально от тех детей, которые вообще ничем не занимаются, другими видами спорта. Так что если кто-то из родителей, увидевших нашу передачу, еще не придумал, как обуздать безудержный темперамент, игривость, а может быть даже рассеянность ребенка, вы теперь знаете, что делать. Кроме того, что человек, выбравший для себя путь восточного боевого единоборства дисциплины «Ситакан», на всю жизнь заложит в себе основу уважения к другим, к себе, дисциплинированность, приобретет уверенность, ответственность и внутреннюю силу, Он, конечно же, имеет все шансы стать лучшим физически подготовленным спортсменом региона, страны и мира, иметь хорошую форму и боевые навыки, которые также прослужат ему всю жизнь. Как показывает практика, спорт – это не только здоровый образ жизни и физическое развитие человека. Это другой взгляд на мир и воспитание в себе не только силы, выносливости и ловкости, но и духовное развитие, стремление становиться лучше и понимание того, что истинные силы и мощь должны быть внутри. Еще одно доказательство этому – айкидо, вид единоборства, о котором речь пойдет далее. Айкидо – это японское боевое искусство, объединившее в себя несколько видов древних техник борьбы и самообороны. Это не олимпийский вид спорта, по нему не проводят соревнований и чемпионатов, поэтому человечество мало что знает о данном искусстве, гармонично объединившем в себе физические и духовные практики. Принципиальное отличие от того, что отработка всех техник носит оборонительный характер. То есть, когда на тренировке тот, кто выполняет прием, он должен выполнить прием, именно выполняя защиту от той или иной атаки. То есть, либо это захват, либо это удар. Потом человек, который тренируется, он должен научиться правильно падать, потому что используется много бросков. Это, в общем-то, способствует общей координации, внимательность развивается. Айкидо – это относительно молодой вид единоборства. Годом рождения айкидо можно считать 1925 год. Это боевое искусство, которое не ставит перед собой цель победить, ведь победа – субстанция относительная. Она никому не приносит пользы, лишь только ласкает самолюбие. Сегодня победишь ты, завтра тебя. В айкидо считается, что в этом нет никакого смысла. Не видят приверженца этого вида единоборства смысла и в соревнованиях как таковых. В соревнованиях бывает есть система экзаменов, начиная от детский – это Q, и потом уже идут по убыванию 10-9, до первого Q. А с первого Q идут уже системы черных поясов, это данные. Первый, второй и так и выше. И, собственно говоря, общие навыки проверяются на тренировках, выполняются оборонительные техники и на экзаменах. Заниматься айкидом можно в любом возрасте, а уже с 4-5 лет ребенку можно смело отдавать спортивную секцию. В нашем городе, например, можно пойти во дворец пионеров. Расскажите, сколько лет занимаетесь айкидом? Я в этом году пошел. Я в 6-й год. А вот откуда пришла такая идея заняться именно этим видом спорта? Ну, мне посоветовал отец, и на самом деле сейчас это мне очень помогает расслабиться и быть менее агрессивным. Ну, были в средних классах небольшие терки с одноклассниками, и для защиты пришлось ходить, потому что они были сильнее, чем я. А сейчас как? Дело обстает? А сейчас терок нету просто. Боятся, уважают? Да нет, просто все как-то стали разумнее. Сейчас параллельно с айкидо я занимаюсь рукопашным двумя прикладным. Ну, в принципе, все эти виды спорта мне очень помогают физически развиваться и как-то быть сильнее, чтобы тоже вот не бояться никого, спокойно ходить по улицам. Спокойствие, целеустремленность и уверенность в себе, пожалуй, и те самые качества, которые развивает этот вид спорта. Важно и то, что несмотря на способность за себя постоять и победить, эти спортсмены пытаются все же избежать конфликта. Занимаюсь 7 лет, добился 5-го кью. Айкидо очень нравится, уходить не собираюсь. Но вообще айкидо – это именно самооборона. Лучше, чтобы не драться, а уйти, наоборот, от драки. Привел меня в этот спорт папа, ну и я начал заниматься этим спортом. А за вот эти годы какие достижения у тебя? Шестой кью у меня. Какие личностные качества физически может развивать этот спорт? Спокойствие, то есть спокойно уйти от драки, очень как бы ненапряженно, то есть не как стоять, так напряженно, а то есть спокойно все это делать. Спокойно идти по улице и не бояться, что тебе никто сзади не подойдет, но и так сказать не заломает. Развивает, во-первых, физическую силу, умение думать головой, умение уйти от драки, на менее легким путем используя силу соперника против него. Вообще айкидо очень сложно применять в драке, потому что надо понимать, как силу противника использовать против него. Ну, конечно, бывало, например, идет удар, и ты делаешь захват и болевой, как насучно айкидо. Кстати, про соперников, что можешь сказать? А любого можешь победить? Ну, не любого, зависимо, насколько у него подготовка в стиле мастерства. Несмотря на то, что единоборством принято считать мужскими видами спорта, год от года все больше и большее количество представительниц, казалось бы, слабого пола, развенчивает этот миф. В секции айкидо девушки, кстати, не только с удовольствием принимаются, но и, в отличие от других боевых видов спорта, оттачивают свое искусство не только между собой, но и с ребятами. Я занимаюсь айкидо второй год. А ты? Я занимаюсь айкидо уже 8 лет. У тебя вот как ощущения за эти два года? Тебе нравится? Мне нравится айкидо. Чем нравится? Мне нравится тем, что это помогает постоять за себя. А как вообще ты вот решила пойти заниматься? У меня занимался брат айкидо, и когда я за ним приходила, я смотрела на тренировку, и мне тоже захотелось заняться айкидо. А вот расскажи, да, 8 лет, это уже довольно большой срок, да, вот чего добилась за это время? Ну, сейчас у меня пятый кью. Я, ну, осознала себя как человека, мне это очень нравится, и айкидо помогло мне стать не только физически сильной, но как-то помогло стать более уверенной. Мне рассказали, что боретесь не только девочки с девочками, но еще и с мальчиками, да, вот как бы может быть противник сильнее тебя, выше тебя, ростом тяжелее тебя. А вот насколько это сложно? Ну, как Евгений Евгеньевич уже сказал, главное выполнять все правильно и верить в то, что все получится. А обо всем просто надо забывать и верить в себя. По-моему, главное верить в себя, тогда все получится, ничего не страшно. В общем, привержен с учением, Рихея у Яшибы не атакуют и не дают отпор, не отвечают агрессии. Они как бы уговаривают противника отказаться от своих злых намерений, перенаправив его силы в безопасное русло. Но чтобы добиваться таких результатов, нужно обладать высочайшим уровнем развития. Поэтому главная цель борцов Айкидом – завоевать себя. Взять верх над собственными слабостями, вознестися над миром материальным в мир духовных высот. Вся история человечества пронизана войнами и конфликтами. По мнению Яшибы, это является результатом амбиций и желания победить любой ценой – человеком, зверям, природу. Кто-то опускает руки и проигрывает, кто-то развивает боевые качества и побеждает. Но всегда найдется новый агрессор, который сделает сегодняшнего победителя проигравшим. На этом основана жизнь человека и базируется большинство боевых искусств. И на сегодня это все. Будьте спортивными и здоровыми. И пусть всегда у вас открывается второе дыхание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова